Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 344. События дня. Как эпиграф, это любовь к миру, которая буквально везде сегодня. В церковных кругах, у простецов, у мирян. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Вот нашли же это слово. Живут чисто, семейная жизнь, никто никому не изменяет. А живут два прелюбодея, муж и жена. Любят мир, театры, все по-мирски. Ну, чтоб как у людей, ну как у людей. Не как у людей, а как у Христа надо смотреть. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А если знаете, зачем вы это делаете? Вот патриаршие, они не могут без мирской власти шага. Сразу надо куда-то обращаться, что кто-то задавил противника, придавил, что сергианство. Сергей Строгородский эту декларацию написал в 43-м таком году. И в 27-м году. Все. Покаяния в этом не было, и они все такие есть священники. Вот мы были, где они прям тут же милиции вызывают, мы благовествовали. А они сразу начинают лгать, свидетели Иеговы. Приезжает милиция, ничего нет. Наводят справки, ничего нет. Это сегодня. Но мы этот вопрос ставили же. А этот, который иеромонах буйствовал, там Архимандрит. Теперь его епископом поставили, пожалуйста. И это абсолютно везде, где бы мы ни были. Нигде. Это зараза, проказа буквально. Дружба с миром. Вот они все что-то с генералами, с какими-то встречаются. И ничего нет, никого никто не обращается. Как обратиться-то? Ученик не выше своего учителя. Бога-то не знают. А обрядности обложились. Много символов, много таинственного, много преданий, традиций и мало Христа. Это определенно. Везде. Даже вот Евангелие выносят. Ну, кажется, что еще лучше-то Евангелие выносят? Нет, впереди должен идти кто-то со свечой. Там какой-нибудь стихарь наденут на него. Послушник. Так это не просто так. Свеча – это означает Иоанн Креститель перед Христом. Ну, почему не сказать-то? Уже одного человека освободили бы. Нет, зашифровали все, как какая-то шарада идет. Дальше выходит Евангелие. Прокричал, протрубил, и ни одного слова не считается. Опять его занесли в алтарь. Ну, и понятно, что всех-то люди-то уходят. Им же спасаться надо. То есть православие само разрушает себя все время. И те, которые остаются, это в абсолютном большинстве, в девяностом уже девять процентов, люди, которые ничего не знают. Тупые. А кто это говорит? Архимандрит Иоанн Экономцев, Павел Флоренский. Вот сейчас исследовали. Народ наш тупой и невежественный. Ну, как слепорожденный, когда стал говорить о Христе. Да народ наш невежный, ты во грехах родился. Вот как будто бы копия слепок какой-то сегодня. Такой народ и есть. Что гоните, кто не так. И они ничего не знают. То есть этим будут убивать и будут думать, что служат для Бога. Ну, при мне настоятель сидит, звонок. О, свидетели Иеговы, гоните их оттуда. Все. Опять звонок. Да, да, приходите. Да, крестим мы, крестим. Не крестят, он обманщик сидит. Главное, деньги. Деньги, деньги, деньги. Бизнес из церковной. Ну, вот и пожалуйста. Это не дружба с миром. На каких машинах-то ездят? Как все это терпит Господь уже сколько времени? Вот смотришь, там недавно только были люди проходили. Смотришь, я у баптистов. Приехали адвентисты, стали. Тут сколько они дней, 13 провели встреч. 200 человек сразу крестили. 200. Я разговариваю, бабушка, а что ты крестишься? Ну, так это священник говорит. Да какой он священник? Он еретик. А двинадцать седьмого дня. Еретик. Да вы что? А уже пришла креститься. А мы ходили там, кое-кому говорили, люди отошли. И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Хочешь ты, и уже становишься, дома сидишь. Против Бога стрелы свои направлять будешь. Богу принадлежит твоя жизнь. Куда ты пошел? В церкви-то там нету. За 20 ноября 16-го года. Ну, вот еще четыре тут местописания. Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви очень. Это говорит кто? Ну, кто говорит Иоанн. Дальше. 1 Иоанна 2,16. Ибо все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. А именно этим и живут. Гордыня прелесть, гордыня прелесть. То есть это самые главные грехи. Хочешь сильнее уязвить кого, обвиняй его в собственных недостатках, как Достоевский пишет. Иоанна 5,19. 7,14. Прочитайте. Ну, и тут ролик один можете посмотреть. Контр. Самая крайняя, левая кнопка. Нажать и держать ее. А потом наведи курсор на нее, чекни, и сразу вылетишь на указанный видеоролик. Ну, еще два видеоролика. Это Сергей Козлов составил наши беседы. Один служитель Московской Патриархии сказал, семинария и Духовная Академия не дали очень много. Я научился так врать, что сам в это верю. На лжи. Евгений Кременский пишет. Ее фотографии нету, а какая-то свиная рожа такая, чушка там. Я не знаю, здесь он или нет, сейчас посмотрю. Вот. Ну, вот это посмотреть, все, кто ко мне зашел. Сейчас я посмотрю, есть он где здесь или нет. Вот она. Ну, посмотри. Евгений Кременский. Это что за свиная рожа, отрезанная голова? И в друзья попросился. Я не принимаю таких, с кем со свиньей дружить-то? Вот этот в галстуке так, ну-то его дело уже смотрит прямо в глаза. Вот кто-то, Александр Драчевский, Татьяна. Эти смотрят, вот Виктор сидит. Вот одета, красота какая. Валентина Сартисон. Вот такие вот в друзьях у меня будут. А вот это, это уже в друзья никак. Ну еще, Елена Картина, с картинкой дружить. Вот. Владислав Марущак. Прямо открыто смотрит икону, уже понятно. Вот. Веревочная парка. Еще с веревочной паркой будут дружить. Тем более, человека этого знаю. Знаю. Все у него нормально, смотрят. Глаза не темные очки. Ну и что веревочная парка? Вот. Рядом называется. Лидия Иванченко. Вот так. Видите, как смотрит. Татьяна, видно, что Сергей смотрит в сторону. Это неправильно. Это неправильно. Желательно, чтобы смотреть сюда. И вот этот человек, вот он заходит ко мне. И говорит, Евгений Кремянский этот. Уважаемый Игнатий Тихонович. Вот уже 4 года смотрю ваш канал на ютубе. И хотя не являюсь христианином, готов подписаться под каждым вашим словом. Прошу меня извинить за ердические комментарии под вашими роликами. Видите, сейчас занимался. Но я это осознаю и борюсь с этой напастью. Стараюсь критиковать меньше. Да и вообще я вас очень люблю. Каждый раз, когда слушаю вас, испытываю глубокую симпатию за ту помощь, которую вы оказываете людям. За благонамеренность и доброту. Ну так поставь свою фотографию-то. Больше всего меня поражает ваше здоровье. Вы сами рассказывали, что родились больным ребенком. Никогда я не говорил, что родился больным. Потом, когда уже лет там мне было 6-7, в это время у меня боли начались. Я не родился больным, я здоровый, крепкий ребенок был. Это неправда. Как лечила вас мама ложкой меда в день на голодный желудок? Мама как лечила? Она мед там продавали когда и флягу под полом стоят. Я туда полезу, она там наковырять. А ложка такая какая-то, как дюралевая. Как вот если разрезать апельсин пополам. Вот такая. Не такая продолговатая. Ну крепкая, ручка такая в палец толщиной, чтобы копать мед. Я копаю, она в этой ямке-то остается. И мама меня так сделала. Там ты, сынок, ложку-то оставляй чистую. А как оставишь-то? Я мед в рот. Так-то может не стал есть. Вот в этом она меня как бы хитростью заставляла есть. Теперь вам, если я не ошибаюсь, 76 лет. Не 76, а 78. В июне будет 78. Но ваш физический тонус и активность просто поразительны. Это при том, что вы живете в условиях самоограничения, постов и неупотребления мяса. Долгих лет жизни вам и членам вашей замечательной общины. Как вы считаете, сможем ли мы с вами пообщаться по скайпу? Ну, сначала напишите в скайпе внизу, чтобы я был свободен. Если вы на меня выходите, зарядите Игнатий, как латинское и краткое, Игнатий вплотную в 10, десятка. Ну и если я дома, я отвечу вам. Да, можно. Евгений, бросьте вот это. Ну вот, я уже сказал вам. Мы не можем быть друзьями, чтобы я с какой-то свиной головой здесь где-то нашел уже такую пакость. Дальше пишет скрыник Кирилл. Ну, пишет-то мать, не он. Мир вам, мать Елена. Помогите нам ради Христа. Ну, помогите, это обращение. И обращение я могу поставить в восписательный знак. Помогите нам ради Христа. Я разговаривал с Дмитрием Кузнецовым. Он говорит, что нам нужно попросить помощь на интернет. Непонятно, через интернет или для того, чтобы интернет работал, не могут заплатить. Но за интернет я не плачу. У меня денег вообще нету. Вообще нету. 6523 рубля 15 копеек. Я рассказываю. За лето. Четыре месяца я не был. У нас работали трое. Я разделил мою пенсию из четырехмесячных. За каждый месяц кто работали, братья. И мне, то есть, одинаково. И мы живы-здоровы. Поэтому ничего за интернет платит человек один, благодетель. Сам вызвался и какое-то недавно что-то доплату было. Так он даже мне выговорил. Ты меня ставь непременно в известность. Там что-то надо заплатить. А то, что я сказал, что стыдно, это от гордости. Интересно, как стыд, это гордость. Это явно, что уже к православному идет. Да стыд, когда был гордость. Это одно из положительных качеств. Стыдись. Стыдись. А бесстыжая, бесстыжая рожа. Стыд как раз говорит о совести в человеке. Стыд, значит, гордость. Это от гордости. Если в гордости ты кого-то упрекаешь, значит, кто упрекает, тот не гордый. Ну, безоткатное орудие-то. Он сказал, возьмет у Сергея ролики, выставит у себя на канале. Если я не оплачу долг за свет, его отключат. Ничего этого не знал. Дальше уголь уже закончился. В церкви сказали, пусть тебе Лапкин помогает. Почему? Сказали, она к нам хотела ближе. Я говорю, тебе там помогали, московская патриархия. Ну, там и будь. Хорошее отношение держи. Будь благодарна. Будь благодарна только за самое малое. Она одна живет. И ребятишек шестеро. Я правильно говорю? Три, четыре, пять и маленькая шестая. Там совсем грудничок. Что он на интернет попросить для детей не может. Кто он? Я... Речь идет обо мне. Непонятно. Вот это вот не проверяет. Я гадал-гадал, кто на интернет попросить для детей не может. Я не могу. Или Евгений не может. Кто он? Сергей Скузнецов. Дмитриев. Ну и что? Я попросила для детей. А вы сами решайте. Я попросила для детей. То есть кому это обращение? Ко мне. Вот. Я попросила для детей. Ну, правильно. Хорошее дело. А вы сами решайте. Если вдруг захотите помочь детям, у Дмитрия Кузнецова готовые ролики о помощи нуждающимся. Кто захотите помочь? Я... Чего же ради я буду просить? Ведь я ни для себя не прошу, ни для кого. А чего я просить-то буду? У вас... Меня прокладкой делать тут не надо. Вы сами нуждайтесь, спросите. Как я нуждаюсь и не буду просить? Вот тут уже что-то гордости подходит. Да когда нужда... Почему же не попросить-то? Вот. Храни вас Христос. Еще на долгие годы мы нуждаемся в вашей любви. А любовь-то заключается в чем здесь? Что мы будем нуждаться. Видимо, сами себя не будем обеспечивать. И будем к вам обращаться, такого нельзя. Это на абордаж вести 7 человек с ней в 7. Я не знаю кому. Но нам сказали, это хорошо. Мы, по крайней мере, молиться будем. Мы на долгие годы, мы нуждаемся в вашей любви. Если она имеет ввиду деньги. Если не деньги, там, духовно что-то, мы можем помочь. Ну, нет денег-то. Ну, хоть сто раз говори, прости. Где же я их возьму? Делать сам деньги не умею. Я отвечаю. О Кузнецовой и роликах сказать ничего не могу. Дело выбора за ним и вами. Что, ставить не ставить? Я тут при чем? Что касается финансов денег, то положение мое таково. Получают только пенсию бомжа. 6 523 рубля 15 копеек. Больше ни рубля в течение года мне ниоткуда не перепадает. У меня вообще нету. А если кто помогает, то строго по назначению. На восстановление прудов и дорог. Я не могу оттуда ничего взять. Я поставлен как-то расхититель государственного имущества. За это сажали. Сажают и сейчас не по назначению, и деньги где. За компьютер и за свет за меня платят разные люди. Вызвавшись это делать самостоятельно. Потому интернет работает на тихой скорости. За самое минимальное. Мне сколько уже этих, которые делают? Говорят, давайте мы сделаем, у вас будет работа. Я не соглашаюсь. Вот говорят, ну мне деньги прислали, приезжайте к нам. Я никогда на это не иду. Ты за это отвечать будешь. Но это же не мои деньги. Тем более. Не свои чужие тратишь. У меня другой склад души. Я не могу пользоваться чужими. Приезжает Игорь Барабаш. Но у меня тут никак порвано. Ну возьми, ну возьми там бутылку молока. Я не беру. Он поставит, я выйду, она в стенках стоит. Ну что теперь? Он уехал уже. Я ее беру, но он приедет, я тогда все равно за нее рассчитаюсь. У него тоже ниоткуда не идет. Он работает от этого. Не то, что я там как-то... Я не могу внутренне. У меня она не проходит, эта бутылка. Топить мне нужно. А нечем. По тому ведро угля тяну на два дня. У меня раньше так и было. Температура доходит иногда плюс до пяти или плюс семи градусов. Теперь о вас, о необходимости угля. Сколько нужно угля на зиму до теплых дней? Мне хотя бы узнать. Попытаюсь выпросить у кого-нибудь. Хотя бы немного. Выпросить это означает отдать. Под проценты никогда не беру. Для себя не занимаю. Но тут критическое положение, если нет угля. Потом нужно уголь привезти, сбросать в углярку. Ну, у нее там парни есть, они могут это сделать. Понятно, что меня не будет там. Это я ей говорю. Значит, если получится, буду просить братьям завести уголь и определить его на место. То есть, определите, чтобы вы определили. У нас у самих кончается уголь на два дома. На храм и на нас. И у Надежды Васильевны кончился уголь. Никакого понятия не имею, где и что взять. Опять же, у нас богатый жизнодатель. Будем вместе молиться ему, если Богу будет угодно. И живы будем. То будет все необходимое. Вот теперь и припоминайте мои слова об максимальной экономии на всем. На транспорте, на еде, на жилье, на одежде. Ну, я приучен с детства. У нас у матери было 12 детей. Но у нас отец был, хоть и без руки, без левой, с фронта работали. У нас все было на пределе экономно. Собирали рыжик, сорняк такой. И его молотили там из лебеды. Как у нас Валентина была, это, Конева. Они ходили по лесу, искали старые березовые пни. Гнилушки, что были. Гнилушки толкли и с мороженым картошкой собирали. Как одна пишет, выходили зимой, где капуста росла. Я, говорит, упала, кочерыжку увидела и грызла ее со льдом вместе. Вот как люди жили. Но мы никогда, нигде, отец нигде не просил. Нигде нету, значит нету. Картошка, брюква была. Повторяю, никогда и нигде не просили. Но у нас был отец. Была корова своя. Здесь ничего нет. Надо все-таки иметь в виду. Были овечки. Гуси держали. Куры. Здесь ничего нету. И поэтому явно, что... Куда она пойдет на работу, когда маленькая совсем? Но вот научиться теперь то, что есть, пользоваться. Я написал, говорю, вот надо просто аккуратно расходовать. А так раз два такси поехать куда-то, это не годится. Это даже батюшка говорит, я не могу себе позволить, чтобы нанимать такси, ехать в Потеряевку. Это не просто роскошь, а расточительство. И где я возьму деньги? Тут прорва. Тут никто не потянет такую обузу. Нужно так себя сжаться, чтобы ненадежно нигде больше зачинять, починять там. Ну, приучиться к этому. Другие сразу решают, зачем нищету плодила, зачем правильно сделала, не убила. Мне это с трудом, но все же до сего дня удается. То есть не просить нигде. В январе плачу всегда за год вперед десятину. В январь десятину с этой пенсии. И ежемесячно за воду плачу, за вывоз мусора, за землю, на которой стоят дома. Это дома, которые я выиграл. В одном молимся, а в другом маленьком мы живем здесь. Только что высчитали с меня более десяты тысяч рублей за землю. А где взяли деньги? Заплатили. Не просил ничего. Попросил только юриста узнать, законно они берут или незаконно. Ну, тут на два дома, тут ничего не разберешься. Легко понять, что на мою пенсию не просто не залезть в долги и не пойти с шапкой по кругу. Кто и где-то что-то, быть может, и подаст с шапкой. То есть, простите, я никогда не ходил. Но от всего этого мой Создатель бережет меня. То есть, доверяя меня. Может, и придется идти. Днем в комнате у нас сижу в пальто и в валенках, всегда почти. И при всем при том, я вовсе не чувствую, что я беден и рискудно живу. Мне дано быть довольным во всю мою жизнь и стремиться на полную силу к благочестию. И последний вопрос. А для чего я это вам пишу? Только для того, чтобы вы увидели и раз и навсегда, что на меня вообще в финансовом деле нельзя надеяться и просить чего-то у меня. У меня нет ничего. Совершенно ничего. Но любую просьбу я беру себе на заметку и предстаю перед Богом. И если не будет ничего, то претензии вовсе уж не ко мне. Я в Бога просил, а Он не дал. Ты к Богу претензии имеешь. Почему Он тебе не дает? У меня нет телефона своего. Но мне подарил самый простой. Самый простой. Как мне сказали. И за него я не плащу ни разу. Вот мой телефон. К слову сказать. Вчера смотрю. У меня тут совсем. Я тут последний раз кому-то отдал. С меня сняли. 8 тысяч накидали. Не знаю по сегодняшнему. Вчера смотрю. Тысячу опять сбросил кто-то на меня. Но я снимать не знаю. Когда накопится 8-10 тысяч. Там за полгода, за год. Я кому-то отдаю телефон, чтобы они сняли. У кого там детей много. Будешь как я... Бог знает, что это не для меня и не мое. Тысячу. Вчера кинули. Сам плачу за телефон стационарный. Вот он у меня. Пожалуйста. 24, 38, 46. Но его купил мне один предприниматель. И за меня заплатил там, где есть. То есть я сейчас только плачу. И куда же тогда идет моя, пусть и махонькая, но все же пенсия-то. Это знает Бог. Живущим со мной братьям неуютно бывает. И когда они себе сливки покупают или еще что-то, я не ем. Утираюсь воображением. Не завидую и здоров. Она отвечает, Елена. Храни вас Христос. Может нам тоже сидеть? Никакие ролики о помощи не выставлять? Я совета не даю никакого. Вы решайте. Вы с Дмитрием Кузнецовым. Идея вам пришла такая. С Сергеем посоветуйтесь. Я вам не советчик. Не знаю, может быть и можно. Отрежут свет. И Бог с ним. Жили же раньше люди без света. Ну, тоже правильно. Простите меня. Уехать бы в деревню, там и хозяйство развести можно. Я тоже мерзну и живу экономно. Вот видишь, какие хорошие слова пишут. Она мерзнет и живет экономно. Вот это я и хотел. Но чтобы мерзла, это не надо. Это маленькая девочка. И едим, что Бог даст. И просить не хочу никого. Очень трудно просить. Внутри все шевелится. Но мне бы только долг за свет оплатить. Я бы на ноги встала. Я уже начинаю думать. Может мне замуж третий раз выйти? Вот решение какое. То есть она получает деньги за детей без мужа. Может еще третий раз выйти? Ну, как говорится, пять мужей имела, и это тебе не муж будет. Замуж выйти так. Ну, там просто так ердищает или серьезно. А говорит, готовлюсь к окрещению. Ну, разве готовишься к окрещению, может это сказать? Я не воспринял это всерьез. Это нельзя всерьез принимать. Если у нас через три дня отключат свет, можно мы к вам приедем жить. Слушаю, Надежда Васильевна. Что я сейчас читал? Ну, поверни туда. Сними просто так, или как, разверни. А о чем сейчас я читал? Ко мне на квартире. Сразу дыхание перехватило у бабки. Никуда не отвлекайся, куда-то лезет к кастрюлю. Даже здесь не может слушать. Я тебе сказал сидеть, я буду это сейчас считать. Вот. Если у нас через три дня отключат свет, можно мы к вам приедем жить. Куда? Здесь негде и валенки поставить. К тебе. Нам до 10-го только продержаться. Какого 10-го месяца тоже не пишут. Но невнимательно. А там что-нибудь придумаем. Я тебя спрашиваю. Давай конкретно поговорим. Вот. Они сегодня приедут к тебе. Ты все хочешь, чтобы были у тебя. Примешь? Нет. Их нет. Вот так. А почему? Нет. Нет причины. Такая неблагодарная. Ну да, значит неблагодарная. Так, еще что? Неблагодарная. Дети непослушные. Они мочатся. И там они у меня матрасы и диван все промочили. Диван промочили. Да. А здесь что? А здесь что? Зачем на диван-то? Без целлофана. Почему? Потому что целлофан сбился он. Ну значит вставать ночью надо будет идти на молитву стоишь. Я ночью стала вставать. А как она? По два раза. А как она? У тебя двое, а у нее шестеро. Ну не надо было шестерых заводить, раз бедность. А то еще третий раз замуж выходить. Понятно. Ты понимаешь, нет. Ты не об этом говоришь. Сегодня зима. Она страдает. Вот ваша доброта. Да ко мне Катя приезжает. А у меня там некуда шестерых принять-то. Ну зачем ты переди-то это наговорила? У меня некуда. Я с удовольствием приняла куда-то. На полу пол холодный у меня тоже. И там в комнате холодно. Есть где? Так та комната. Летишки маленькие на двух кроватках. Там есть где? Есть. Там холодно у меня очень. Топить будут больше. Холодно. Ты же живешь. Жаришь там. Ну в этой комнате тепло, а там холодно. Ну холодно и холодно. Переместись туда, им тепло дай. Все. Не по носу. И вот интересно. Одна пришла к епископу и говорит, богатая такая, дай мне какую-нибудь там монахиню, чтобы мне было за кем ухаживать. Ну он ей так подумал, она все время жертвует и думает, какую же ей дать-то. Ну нашел такая там одна беспризорная и ласковая-ласковая такая, там прям зацелует. И он ей дал. Она говорит, через неделю пришла, говорит, ты кого мне дал-то? Он говорит, как кого? Ну у меня лучшей тут нету. Ну да не об этом, ты дай мне такую, чтобы меня она испытала, какая я. А это-то за такое-то легко ухаживать. А то она такая, не такая, неблагодарная. Ты видишь, как ты попадаешься во что? Ты противовес той женщине богатой. Епископу спрашивает, ну а какую тебе? Ну такой, с которой жить невозможно. Которую все презирают. Она вредная такая. Ну у меня есть такая одна. Ну ты выдержишь ли? И она получила, что хотела. Вот она и начинает, пришла. Ну давай, Фросенька, за стол. Да пошла ты, стерва, тут лезешь. Без себя знаешь, что на столе стоит съем. Она подает, она что-то бурду какую-то дала-то со стола. Смела эту кружку-то. Чуть не обварила ее. Она от нее скачала. Умница ты моя. Я как раз такую и люблю. И она ее исправила. Пришла к архиерею и говорит, Владыка, как я вам благодарна. Вы дали, какого учителя мне дали? Во мне столько обнаружилось. Я не знаю, насколько я благодарна. Почему ты так не рассуждаешь? Она не такая Елена. Ну не такая. Вот там у нее не ладятся, там не благодарны. Помогали. Да как раз нам такая-то и нужна. Сделать ее благодарной. Ну так что? Я сообщу Андрею это. И привезет он к обеду. А там пока засушить. Закрыть. Ну что? Никита. Я говорю, нет, нет. Как ты начинаешь снимать? Ну брось это свое. Спустись к низу. Да. Ты не любишь снимать или что? Почему ты уходишь-то? Я снимаю. Ну кого ты снимаешь? Ты моя голова ее не может помещать. Может, может. Понимай выше, приблизь. Как-то работает как-то совершенно как наемник. Такие интересные кадры пропадают. Совершенно не хочет снимать. Вот уживи с ним, а я уживаюсь. Ну что, что, вылезь оттуда. Вылезь. Спряталась бабка. Вот я, ты знаешь, когда мы жили в Искитиме, там была одна Елена. Ну. И она говорит, я, говорит, все время встану и плачу. Как я перед Богом предстану. Лягу, сплю, не дети и кричать. Детей у нее не было. А другая встает. Елена, сколько раз она за ночь встает? Да если бы все у ней, как у тебя, отправлялись на простыне, там это, мочились, и что бы делала она? У нее еще на руках младенец. Теперь не нам разбирать, как эти дети нажиты, без отца, там, как его и наше сердце должно закричать. Она нуждается в помощи. Выходит, советская власть лучше была. Она не разбирала, чьи дети и какие нужны. Они пенсионеры... Она получает что-то. Я сегодня... Я дальше скажу. Сейчас едут к ней. Если у Игоря Дебунова машина не сломалась, она у него горит. Он не может. Тогда Володя и Никита сейчас к ней поедут. Поедут, все, смотрят на месте. Деньги в руки ей давать нельзя. Я уже убедился. Деньги давать нельзя. Она не умеет пользоваться. По моим понятиям. Но узнать, что есть. Угля привезти. Заплатить за энергию. За электричество. Но денег нет. Я вчера сразу стал молиться. Молиться стал. И к вечеру у меня уже деньги были. Не просил ничего. Приходит человек ко мне в дом. Никогда у меня здесь ничего... От него такого здесь и не было. И он сразу выносит немножко денег и говорит. Я услышал, вас нужда есть. А как ты услышал? Так от вас. Я говорю, я не хочу брать. Ну я отдаю. Ну почему? Ну возьмите. Я говорю, так я... Ну я знаю, я отдаю для этого. За свет заплатить хотя бы. Я понимаю, что не хватает. Тогда я начинаю вчера уже просить, Господи, этого не хватит. На уголь надо больше. Но я тысячу могу дать. Ну тысяча-то это мало. А идти-то надо сегодня. И вчера мне пришлось занять уже полезти в долги. По три пенсии своих. На три месяца вперед я без пенсии. У меня ни копейки нету. Нету. Ничего нету. Почему? Потому что я на Божьем обеспечении. Ну и так. Если никак у нас не получится, то после обеда примешь их? Да пожалуйста, я отчего. Вот видите, какую силу имеет слово. А то бесполезно говорит. Видишь, веселая бабка развеселилась. Тебе такая и нужна. О, чудо какое Бог. Это сегодня у нас 21 ноября 2016 полюбельник. Телефон. Ну я знаю кто. Татьяна. Слава Иисусу Христу. Все, проверили меня. Ну все, там закончилось. Дальше считаем. Я пишу завтра в 9 утра. Так, будьте дома. Могут быть гости. Никиту и Владимира посылаю. Записали вопросы. Снять с счетчика сколько у нее. Сколько она получает за детей. Помогает нет ей брат. Кто помогает? Сколько у нее где есть на книжке. Выявить все финансы. Увидеть, что она совершенно не имеет. И заранее предупредите ее, чтобы нигде ни одного слова, неправды не сказала. Придется взять с собой аппарат и заснять это все. Она сама где-то снимает. Это хорошо. Узнать, что с продуктами. Переписать все, что у нее и есть. Выполнить эту миссию. Осмотреть. Дети не должны голодать. Дети не должны мерзнуть. Вопрос стоит. Около них и она прокормится. Не дети при ней, а она при детях. Мы помогаем детям. Понимаете, как надо смотреть. Вот сейчас уже к девяти наши люди будут там. Я сказал, к девяти будьте дома. И она больше после этого уже не ответила. Узнать все, в чем они нуждаются. Когда уходят. Какая одежда. Не холодно ли. До конца. И полный список мне представьте. Все это записано, заснято должно быть. Бумагу, карандаш возьми. Ручку. И там все запишите. Не торопитесь. Побудьте у ней. А смотрите. Тем более мы ее знаем. Ну, на нее везде жалуются, что она неблагодарная. Дали ей даже спасибо не скажет. Ну, у меня так не было. Она всегда благодарит. Благодарит. И там и ролик составила сама. У меня к ней претензий никаких нету. Нету. Женская слабость. Да ты с такой оравой-то повозись. Как ты будешь разговаривать-то? Я ее не оправдываю, но я ее понимаю. Что бы со мной было там. Я лег до утра сплю. Там рано встал и прочее. Надо научиться видеть ту обстановку. Воображение должно быть развито. Так она все равно, тот раз вы ей помогали, она против вас пошла. Наплевать да забыть. Новый день, новая работа. Она сказала, тем выше награда. А если она тут благодарит, да меня будет обнимать. Какая мне от этого польза? Это язычники делают. Ну, Бог покажет. Вот уже мы договорились. Если никак нельзя, сегодня же перевезти сюда. Пишет Иван. Я воскрыл фамилию. Он мне неизвестен. Это он мне на почту послал. Почему? Потому что у меня есть неприятели, нерасположенные ко мне. Ну, разные душители. Как при Иване Грозном. Такой был душитель Скуратов. Он всех душил. Даже митрополит. И этот глазом не моргнет тут. Такие люди есть. Но они нам приносят только пользу. Вот Роспотребнадзор. На нас напали. Лагеря 45 лет мы закрыли. Ну, каждый год мы уже знали. А теперь как? В лагере-то нету. А дети-то должны быть. Теперь покупаем дома. Ремонтируем. Делаем. Приглашаем в гости. Люди там прописаны. Куда Роспотребнадзор не может пока попасть. То есть они нам помогли. Любое гонение. Вот этих домов у меня бы не было, если меня не сажали. Это я судился за конфискацию. И выиграл процесс. 11 миллиардов. Заплатили одну двухсотую часть. И государству нечем было рассчитаться. Городская администрация пошла на это. Вот прямо здесь, в центральном районе, на высоком месте. Ну, тут около Абби недалеко. Вот это 13 соток у меня земли. И в одном доме мы молимся. Там трапезная есть. Место для собраний. Детская. Кочегарка. Раздеваться. Склады тут разные построил. Пять складов. Видите как? А если бы не посадили? И батюшка говорит, хорошо, что брата моего посадили. А то бы молиться негде было. Ну, так, с усмешкой. Послушай. Интересные вопросы. Ну, он сам решает, интересные или нет. На которые нигде не могу найти ответа. Еще раз повторяю. У меня нет никакого официального образования. Ни семинарии, ни академии. Духовной. Нету. Я к этому не стремлюсь. Но они для чего-то есть. Я отвечаю. Для того, чтобы научились врать. Защищать любое беззаконие в церкви. Любое нарушение. Чтобы они умели защищать. Еще для другой она им не дает. Сергеянские эти учреждения. Предательские. Готовят каких. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Храни вас Бог за ваши труды. Маленько о себе. Меня зовут Иваном. Я очень интересуюсь православной апологетикой. И собирает цитаты из Святой Библии по конкретным вопросам. Чтобы православный говорил, Святая Библия не скажет. То есть он слушает нас. К слову, Библия всегда представляет святая. Посмотрите, в немецком языке, прямо на корочке, сверху написано Святая Библия. В английском языке Святая Библия. Гайлигенбильд. Ну, обязательно написано. Почему у нас не написано-то? Дальше. Мой внутренний интерес к Евангелию и Христу начался в детстве. Когда я увидел, как родители и бабушки молились. В детстве также мне подарили детскую Библию. В школе учился достаточно хорошо. После школы поступил в Красноярский государственный университет. Теперь Сибирский федеральный университет на физический факультет. Там у нас в Красноярске работает Юрий Соболев, наш знакомый. Он как раз в университете преподает, в академии, ведет курсы при епархии. С ним познакомьтесь. Ну, выйдите на меня, я на него выведу. Выйдите через мой мир. Не в скайпе, а здесь. Я вам просто скину его данные, и вы сразу на него выйдете. Интерес к христианству вернулся, когда друг очень умный, и сознательно принял ислам. И говорит, мол, вы, православные, свою веру не знаете, а мы знаем и исповедуем, и ошибки ваши догматические знаем. Вот он еще узнал. Он узнал ошибки. Узнал, где сучок. А про свою лесопилку не знает, что Христа не принимает в исламе. Что ты не сможешь никогда сказать, Христос воскрес. Что судить тебя Бог будет. Не имеющий сына, не имеет и отца. Не имеет и отца. Сознательно принял, и он, а что узнал-то? Знаем ваши догматические ошибки. Хорошо, скажите. Вот так. И они исповедуют его как? Головы режут. Кто не с нами, тому голову долой. Вот это он и не узнал. Выйди теперь оттуда. Не выйдешь. Тебя сразу убьют. Ты попал, говорится, в преисподние, в глубины преисподние попал-то. Он даже не знает это. А почему? Сознательно я не толкаю его туда. Без Христа-то нет жизни. Без Христа только ад. Тем более знал и сознательно принял. Это приговор. И выхода оттуда нет. И как-то меня это задело. Задело. Что значит задело? То есть стал задумываться. И я начал искать богословские ответы внутри христианства. Чуть не стал баптистом. Крестик хотел снять. Но Бог привел меня к православию. Сначала меня поразили лекции Андреева Вячеславовича Кураева, Олега Викторовича Стеняева. Стеняев очень красиво ответил на вопрос об иконопочитании. Ну вот здесь контрол нажмите, а потом поставьте на него курсоры. Там и будете. Он объяснил и на основании Писания этот вопрос. И сделал заметочку, что когда человек молится Христу, то он также изображение Христа создаёт у себя в голове. И также может поклоняться идолу. Насте иконы идолы. Видите? А далее я наткнулся на слова апостола Павла. Сквернословие наткнулся. То есть не знал. А какой же ты православный-то был? Пустословие и смехотворство, подчёркивает. Ибо неприличный вам. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любосижатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Еписянам 5.4.5. То есть всё, что отдаляет от Бога, ментальный идол, компьютерная игра, серебролюбие, но она называется не серебролюбие, а серебролюбие так. Краснота исчезла. Шрезмерная круглосуточная работа и тому подобное. Есть идол. Шрезмерная круглосуточная есть идол. Первый раз это слышу. Так работа и молитва. Я всегда советую на двух-трёх работах работать. Первый раз это слышу. Покажите это, шрезмерная круглосуточная. Ну да, если некогда в храм сходить, не молиться, ну это нельзя так. Но она какая, шрезмерная? Это надо, чтобы у тебя были средства, чтобы мог платить десятину, мог помогать нуждающимся. Таких елен, как вот это, много ещё. Также интересен вопрос истинной церкви был. Вопрос, наверное, об истиной. И этот ответ я нашёл у вашей лекции. У вашей, наверное, в вашей. Может, правильно? Нет, я переправить хочу. Нашёл в вашей лекции. Лекции. Ну да. Как, кстати, в беседе с Дмитрием Телковым есть в его словах неправда. Он говорит, что Христос заменил с собой не только ветхозаветные жертвы, но и священники перестали быть нужны. Он неправ. Постаник евреям 9.11. Христос называется первосвященником, то есть главой церкви. Библия говорит о замене священства, но не об его отмене, не ради пребывающего в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возражением рук священства. 1 Тимофея 4.14. Теперь пошли вопросы. Вопрос. Есть несколько вопросов, которые меня волнуют, и ответы найти нигде не могу. И прошу вас помочь, как человека внимательного, опытного и неординарного. Первое. Вот в этой лекции Осипова, я вчера открыл, она не открылась у меня, или в книге Кураева «Протестантам о православии» у меня она есть. Говорится, что смысл жертвы Христа в обожении плоти, в себе самом, а обожение плоти в себе самом. Не могу на этот вопрос ответить. Не евангельское выражение. В себе самом. И принесение жертвы Христом не Богу Отцу, а нам людям. Ну о чем говорить-то? Понимаете как? Нам людям принесение. За нас принесенное, но не нам. Победив в себе самом смертность и тленность, Он как бы раздает тело и кровь нам. Он, Христос. По всей вероятности, тут с большой буквы надо будет показать. Раздает тело и кровь нам. Победив в себе самом смертность и тленность, Он как бы раздает тело и кровь нам. И что неверно западной юридической концепции о том, что Бог должен нас был убить за наши грехи, но вместо этого убил своего сына. Андрей Кураев пишет, Бог здесь рисуется как шизофреник, в котором борются две страсти. С одной стороны, Он хочет простить и любить, а с другой, Он жаждет наказать. Понимаете, слова какие. Как шизофреник, до того это интересно. Мерка-то человеческая. У Бога не так. Все не так. Но как тогда понять 53-ю главу книги пророка Исаии? Исаии и ИИ. Писать надо только И, и никакой кратки здесь не должно быть. Там юридизм четкий. Да и вы вроде говорили о юридическом толковании. Поясните, пожалуйста, какое истинно православное понимание жертвы Христа. Не православное понимание вам нужно, а божественное, святой Библии. Именно юридическое. Юридическое. Что они под этим имеют в виду? Это тоже нет этого слова в Библии. Бог в подлинном понимании не всемогущий. Вот это надо сказать. Как так? Да, Он же всемогущий. Нет. Он глупости не делает. Но может ли Бог сделать такой камень большой, чтобы не мог его сдвинуть? Если я скажу не может, то Он не Бог. Если не может сдвинуть, сделает, тогда тоже не Бог. Вот ты в голову то себе заложила, ты теперь не можешь сдвинуть этот булыжник в голове. Бог не может отречься самого себя. Вот в Библии написано. Дальше. Он не может солгать. Он верен в Слове Своем. Вот это надо знать. Бог не может это делать. И Бог не может прощать грех за так. Просто взять и простить. Он не может. Почему? Это вопреки Его сущности. Не надо тут шизопреник или как. Это Божья сущность. Ну, Бог любит мир. Да, любит. Ну, любит. Ну, это никто. Бог есть любовь. И вдруг весь мир потопил с детьми. Но им это имя. Тогда была любовь. И когда сжигает Содом и Гамору, там и дети были. Но дети-то не участвовали в Содомском грехе-то. И не все же там были такие. Иначе бы не хватило на кого насиловать. И что дальше? Ну, а дальше-то надо смотреть. Почему не простил? Он... Бог есть любовь. И мы знаем, он допускает, что он говорит, я устал миловать. 15.6 Еремия. Я погублю вас. Ты оставил меня, я погублю вас. И весь мир сгорит в огне, вся земля. А Боге нужно рассуждать только по Священному Писанию. Бог не может простить грех. Возмездие за грех смерть. Вот это у православных понятия нет. И поэтому ответственность за нас, умер за нас, за наши грехи Христос. И тебе не надо рассуждать, как так? А как он мог прийти? Это мусульмане не могут понять. Вот и христианин. Это Бог открыл нам в Писании. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иван Гриотиан 1.29. Агнец и берет на себя грех мира. Да как он может брать? Тысячи вселенной были бы, земель, и все до одного грешили, никого праведного не было. И грех всех людей он взял на себя. Понимаете, люди не могут понять его. Сказал Кураев, сказал, но ты посмотри, что Библия говорит. Он взял грехи мира. И дальше. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. Как? А другое? Нет средства. 1 Иоанна 1.7. Прямо говорит. Придите ко мне все страждущие, обремененные. И он успокоит, как дарует. Даром. Мы спасены даром. Не законом, даром. Дабы никто не хвалился. Благодатью вы спасены. Это Божий план. Хоть план нет слова этого. Спасение. Он открыл это. Это юридически как бы. То есть не виновен, а заплатил за того, кто виновен. Вот нас вызывает. Я сейчас за свет, если заплачу, я ее выкупил оттуда. У нее нет угля. Я мерзну, но ее заплатил. И она не будет мерзнуть. Тут тоже можно вот это применить. В любом месте. Но я не могу заплатить. У меня ничего нет. Так, да и вы вроде говорили о юридическом толковании. Вот я ответил вам. Второе. Два и один. Почему-то непонятно. Александр Глебович Невзоров в одной из своих лекций приводил пример того, что якобы Бог не есть любовь. В качестве доказательства привел главу от опять-тое деяния апостолов Гананию и Сапиру, когда им Бог не дал время покаяться. Ну, Невзоров, что может сказать? Пускай он не курит хотя бы. Он в дыму сидит. У него мозги на бекрень свихнутые. Но говорит кое-что полезное. И то надо взять. Я советовал бы, чтобы патриарх направил комиссию к нему. И он высказал в глаза. Записали это все. Все недостатки. А потом рассмотрели, что он говорит правильно. Не убегать от него. А воспользоваться им. Он умница. Которого сатана полностью поглотил. Он прямо в аду сидит уже. А она не соперник. Бог не дал время покаяться. Так откуда же это известно? Потоп был. Бог никому не дал покаяться. Садом Гомора пролился огонь. Не дал покаяться. Взрыв где-то был. Не дал покаяться. Ну как он должен сказать Бог явиться и сказать. Даю время на покаяние. Через час я тебя заберу. Дал время всем. Они до этого жили. Петр-то спрашивал их за столько. Она бы сказала. Да. Не за столько. Мы обманули. Я сейчас побегу. Деньги эти сниму. Я принесу. Или... Он не говорил отдай деньги. Не ври. Ложь погубляет. Значит он говорит неправильно. Объясните пожалуйста. Как совместить православное понимание. Бог есть любовь. Если ущесть помимо Ветхого Завета. Невозможность покаяния. Она не соперна. Возможность была. Не лгать. Не обманывать. Они могли вообще ничего не давать. Возможность была им дана. Они ее... Эту возможность потеряли. Жадностью. Лживостью. Апостолу Петру было дано время покаяться. Например. Ну да. Мне дано время покаяться. Я в 23 года только Евангелие встретил. А я при смерти тогда уже минимум 5 раз был. Только чудом Божьим Бог меня спасал. Я тону. И вдруг простертая рука меня вытаскивает оттуда. Я тонул. Я был в таких местах, откуда выхода не было. Вообще не было. И Господь меня спас. И привел к Евангелию. У меня претензий к Богу нет. Один, два. Это то ли он второй будет. Кургинян говорит в своих лекциях, что после Второй мировой войны люди так были поражены масштабом из зла, что просто сводить к сатане созданию Бога. Причину зла уже люди не могли. Да что это значит? Кого-то слушает, Кургинян. Тут ни одного слова нет по Библии. Отвечать-то не на что. И начали ссылаться. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Бытие один-два. Что есть тьма? Она личностная. Это и в Манихесте было. И она является антагонистом Богу, который защищает хрупкий островок бытия от тьмы. Но это учение якутов, северных народов. Объясните, пожалуйста, библейски, как совместить доброго, всеблагого, вселюбящего Бога и жестокость. Какую жестокость? Совмещать не надо. Людям дана свобода. Жестокость людей или жестокость Бога? И жестокость людей. Я не знаю, как отвечать. Не совмещается жестокость людей. Бог наказывает. Где Гитлер? Где Сталин? Где Наполеон? Чем они окончили? Где коммунисты? Где фашисты? Коммунисты еще здесь. Но все равно участь их будет такая же, как у фашистов. Нет, объяснять нечего. Вселюбящий Бог и жестокость несовместимы. И когда Бог убивал людей, Златоуст говорит, это тоже была любовь. Он дал им самую легкую смерть. В воде утонуть. Самая легкая. А самая тяжелая от голода. Вы говорите, что православие истинная вера. Да, говорю. А почему, по вашему мнению, истинами не являются дохалкидонские церкви? Ну, смотря какие. Ну, то есть, я должен конкретно вот это. Какие дохалкидонские? Григорино-армянская апостолическая? Она церковь. Заблуждений там сколько? Да хоть тут у нас хватает. Может быть, они древнее учения апостолов сохранили лучше всего. Они древнее. Тут надо поставить «и». Древнее. Видимо, «и» он хотел сказать. Древнее и учения апостолов сохранили лучше всего. А православные и католики более исказили. Но католики еще древнее. Древнее на 400 лет их. Православные тоже там в первом веке. У русских только позже. Ведь мы находимся точно в таком же положении к ним, как к католике, к нам. Но вопрос, в чем заключается? Во-первых, я не сказал, что они являются истинными. Я признаю истинную церковь Григорино-армянской патриархии так считает. Там с ними встречаются. Так это не ко мне вопрос. И все надо проверять по Библии, не по древности. Древнее это как. Там, может быть, заблуждений больше. Объясните, пожалуйста, смысл таинства на основании Библии. Если крещение это прощение грехов. И как бы победа над первородным грехом. То для чего нужно исповедь и причастие? Каков смысл этих таинств? Ну, победа над первородным грехом. А какой первородный грех? Омытие первородного греха. Прощение его. Прощение. А победа, я такого и не знаю. Первородный грех это самовольство. Похоть в плоти очей, ну, это может любого соблазнить. Тоже я не говорил. А исповедь и причастие нужно исповедь. Власть дана священникам. Отпускать грехи. По-моему, простить и проститься. А причастие для того, чтобы имели жизнь, как древо жизни. Причастие это древо жизни. А для чего древо жизни? Человек был бессмертен. И все-таки ему нужно было подкреплять свои силы жизненные. Так и здесь. Кто не будет причащаться, тот не будет иметь в себе жизни. Зачем ты пошла там? А ты коностаса? Утаскивай там игрушки. Бутылечки. Объясните, пятое. Пожалуйста, если буквально понимать крещение и причастие, как тело и кровь Христа, то как спасся благоразумный разбойник и сотни, принявшие Христа в последние минуты своей жизни? Ну, разбойник это до основания церкви, не было церкви. А эти, которые в последние минуты своей жизни приняли церковь, пояснили крещение в собственной крови. То есть желание Бог учитывает. Это и так понятно. Он хотел и не мог. Он не откладывал. Он уверовал прямо во время допроса кого-то. Тут все на месте стоит. Вот кто-то пришел. Сейчас посмотрю. Кто тут пришел? Ну, ладно, не видно еще. Показать наш ресурс. Значит, переписка очень удобная в моем мире. Вот как видится. Мой мир. Тут написано 77 лет. Очень богатый наш мир. Туда я переношу. Вот видишь, сегодня я перенес сколько? Три ролика. Они уже здесь. Большие ролики довольно. Это 43. Это из Украины. И дальше события дня за 14 ноября. И вопросы по скайпу. Вот три. Я их поставил на видеоканале. Вот здесь вот. Вот они сегодня. Раз, два, три. И сегодня я туда их перекачал. Не ссылка, а именно перекачанная. Ну, дальше у нас что? Так, это уже убрать можно. У нас есть форум. Вот эти Библии. Вот он. Очень богатый форум. Богатейший. Удобно. Смотреть, считать можно без регистрации. Но если что-то сказать, задать вопрос, надо регистрацию. Такое правило. Составляли. Кто составлял, видно, что знает как. Легко искать. Вот сейчас пост. Будет Великий пост. Здесь делается все темным. Когда Пасха, все красным. Даже в этом. Вот здесь новое сообщение. Вот оно, новое сообщение. Нужно на него нажать, и будешь на первой странице. А вот здесь общий поиск. Вот я выделяю его. Нажми рамочкой, и в нее заряди, что тебе надо. Я показывал. Вот это 5800, наверное, с лишним у нас роликов. Вот 4 миллиона, скоро с половиной будет уже просмотров. 5380 подписчиков. Нас отнесли уже к средствам массовой информации. Ну, у нас еще есть ресурс один. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Вот здесь надо нажать на канал. На канале будешь. Здесь вот вопросы и ответы. Можно найти 55 папок. Здесь книги, вот наши книги. Ну, то есть здесь все абсолютно есть. Все. Вот к истинному православию. Так нажми на него, вот нажал. И сразу открывается оглавление. Ну, что тут о табакокурении, о молитве, о церковной дисциплине, исповеди, священстве, церкви, посте и милостыне. Ну, что интересует конкретно? О священстве. Вот смотрите. 87-я страница. Я нажал. Все. Вот оно священство. Жирным курсивом это места Библии. Посмотрите, сколько. Какие материалы большие. Попробую прочитать. Вот сколько мест Писания-то. Я на эту книгу материалы 40 лет записал. Теперь о церкви. Вот о церкви. Ткнул только дальше церковь, она за ней идет. Вот сколько мест Писания. Смотрите, какие богаты. Это все выбрано. Из святых отцов, из жития святых, из канонов церкви, из Библии. Все. Сколько я кручу, это все одна тема. О, а тут дальше о посте. Ну и все на этом. Благословен Господь. Вот утреннее мы записали. События вчерашнего дня. А Роман, малыш, уехал домой. Доехал, сообщил. Батюшка поехал. И вчера вот вышла на нас эта Елена Скрыник. Вот сегодня мы обсудили. Видите, как сопротивлялась тут Надежда Васильевна, но готова уже принять. Принять, ну, люби ближнего, как самого себя. То есть, что я ем, и ты. Не написано, люби ближнего больше, чем самого себя. Или люби ближнего всем умом, всем сердцем. Это Божья заповедь, не надо на нее посягать. Я живу в такой температуре, ну, и ты живи. Куда я тебя? Я для тебя не буду жарить. Я не переношу тяжело. Тяжело переношу, когда лишняя температура. Ну, больше градусов. Ты у меня находишься, не командуй. Как говорится, ходи по одной плашке. Я сразу покажу, к чему не прикасаться, не трогать. Шторки закрытые. Грязными ногами сюда не заходить. То есть, все есть. А как тогда мыться где? Ну, договоримся, свозим, у кого есть ванна. Кормить буду бесплатно. Кормить бесплатно. Отапливать свет. Компьютер бесплатно. То есть, свой она возьмет, и тут за него будет платить. То есть, она предложила выход. Пойти ко мне. Она знает, у меня была на квартире, нет. Но она знает, что я ее не оставлю. Если она это слова сказала, я их взял на рассмотрение. Хотя сам ни копейки больше ей отдать не могу. У меня нет денег. А были бы, были бы, не дал. Теперь брать только то, как заплатить за свет, посмотреть. Справки эти, квитанции у нее возьмите. Слышишь? Квитанции взять там, что там за остальное есть. Ну, на этом все. Продолжение следует. Слышишь? Ну, на этом все.